Это DJI Air 2S. Ну а это время года, которое наступило. В прошлом ролике мы с вами говорили, как правильно законсервировать дрон. Сегодня мы с вами поговорим, как правильно летать зимой. Начнем мы с безопасности и поговорим об аккумуляторах. Ни один аккумулятор не будет рад работе в минус 10, минус 15 градусов. Именно поэтому, если вы добираетесь до локации пешком, в таком случае лучше завернуть их в полиэтиленовый пакет или положить их в карман под курткой. Но, если у вас комплект Flymo Combo и у вас есть оригинальная сумка от DJI, то в таком случае это все не нужно. Просто закидываете аккумулятор в оригинальную сумку и спокойно идете, если до локации идти относительно недолго. Также стоит проверять температуру аккумулятора перед взлетом. Минимум она должна быть 16 градусов. Кто-то говорит 20, но я больше придерживаюсь к первой цифре. Продолжая тему безопасности, хочется поговорить о просадке аккумулятора. Это такая штука, когда вы улетели, например, на километр, у вас 70% заряда и за несколько секунд емкость падает до 40. А учитывая, что зимой никто от этого не застрахован, далеко лучше не улетать. Также следует возвращать дрон, когда у вас 30%, чтобы был запас для возврата. Но аккумулятор у нас есть не только в дроне, но еще и в телефоне и пульте управления. Именно поэтому заряжаем все на 100% и включаем зарядку телефона от пульта. Актив трек и все остальные умные режимы лучше отложить. Датчики даже летом не всегда могут спасти. А уж зимой, когда на деревьях нету листвы, тем более. По поводу погоды. Ваша главная проблема – это низкие облака. Когда температура минусовая, в туман или те же самые облака вылетать категорически нельзя. В случае, если вы вовремя не вылетите из дымки, на лопастях образуется ледяной налет, из-за которого они будут хуже цепляться за воздух. Моторы повысят мощность и в скором времени сгорят. Поэтому перед полетами смотрите прогноз погоды. Не будем далеко отходить от темы погоды и поговорим про то, можно летать вообще в снег. Есть два типа снега – сухой и мокрый. Так вот, в мокрый летать нельзя. Помимо того, что он налитнет на камеру, и вы уже нормально ничего снять не сможете, он попадет на корпус и растает. А это равносильно дождю. И это может повлечь за собой некоторые проблемы с дроном. А вот сухой снег летать можно. Снежинки просто попадают на корпус и их сдувают ветром. Про взлет и посадку на руки. Когда тепло, дрон поймать рукой очень просто, но не в минус 10. Именно поэтому лучше не запускать дрон с рук. Тем более, что когда вы подставите руку под поток воздуха от пропеллеров, она еще сильнее замерзнет. Зимой лучше использовать перчатки, с помощью которых вы можете управлять экраном, чтобы, например, в случае чего подправить выдержку. Ну и под конец этого ролика несколько быстрых советов. Первое – это не летать в спорт-режиме. Это может навредить вашему аккумулятору. Второе – сразу после взлета дайте дрону 25-30 секунд просто повисеть, чтобы моторы немного прогрелись. Третье – не надо вешать доп. оборудование на дрон по типу GoPro или 360 камер. Это все увеличивает нагрузку на моторы и уменьшает время полета. Четвертое – осматривайте локацию полета тщательнее. Помните, что в случае чего датчикам будет намного сложнее увидеть перед собой препятствия. Ну и пятое – используйте ND-фильтры. Благодаря ним картинка будет намного лучше и плавнее. Субтитры делал DimaTorzok